Сергей, а какие именно тайны мог скрывать Красикова, по вашему мнению, чего так боялся Путин? Возможно, речь идёт не только о Собчаке? Мы никак не можем уйти с точки обсуждения рязанского сахара ввиду чудовищности. Но если предположить, что это всё-таки так и есть, то спектры действия Красикова гораздо страшнее, чем можно, в принципе, вот сейчас взять и попытаться додумать. Хотя хороший сценарист из Голливуда, он как раз тем и знаменит, что фантазии своей предопределяют дальнейшие действия для террористов, потому как, уж если, например, нужно самолёт направить в какое-нибудь здание типа Большого Близнеца, в обоих Больших Близнецов, так про это фильм сняли за несколько лет до того, как Усам Бен Ладен посмотрел. То есть сначала написали этот сценарий, а потом уже его реализовали, причём реализовали, ну, на самом деле, дважды. Это не первый в истории человечества вариант, когда самолётом пытались уничтожить. Ну, бразильский эпизод, про который мало кто помнит, когда террорист-одиночку угнал в Бразилии самолёт специально для того, чтобы направить его на дворец президента. Ну, другое дело, что отважный пилот не позволил ему этого сделать. Поэтому за Красиковым след, который тянется по своей чудовищности, он наше с вами воображение превосходит. А в геополитическом плане что этот обмен, по вашему мнению, может означать, ведь его уже называют самым большим со времён Холодной войны? С чего бы вдруг Путину по большому счёту меняться? Красиковому, конечно, нужен, но его можно было бы так или иначе какое-то время ещё хранить в берлинской тюрьме, потом выторговать. Хотя это, конечно, сложно. И видно, что Путин не отказался бы от такого обмена. Но если ему этот обмен выгоден только одним Красиковым, то, скорее всего, он бы на это не пошёл. И этот обмен готовился на протяжении очень долгого времени. Сейчас уже появляются люди, которые говорят, да-да, я об этом знал два года назад. И мы помним, что список под обмен начинался с Навального и Путин. Вот представим себе ситуацию. Человек, который во всём мире признан, рукопожатен и экономически остаётся партнёр. Китай с ним торгует, Америка с ним торгует, Европа с ним торгует, и газ покупает, и Мерседесы поставляет. И, пожалуйста, микрочипы в любых количествах. Нужно Украину уничтожить современнейшими ракетами? Да вот вам чипы, вот вам вся электроника. Пожалуйста, микросхемы. Хотите, чтобы на элементной базе американской к вам пришли иранские шахеды? Да, пожалуйста. Мы потом, если что, разведём руками, скажем, что-то мы за два с половиной года так и не поняли. А откуда это у Путина микрочипы? Наверное, из стиральных машин выковырили, или из сотовых телефонов. Да, ну, тут мы ничего не можем сделать. И два с половиной года мы ничего не можем сделать. При этом Путин очень надёжный партнёр. Он платит и не торгуется. И любые сделки, которые Россия себе позволяет, приглядные они или неприглядные, они чрезвычайно выгодны бизнесу. Именно поэтому, собственно, никакой бизнес из России не ушёл. Именно поэтому на днях тут схватили заработку Volkswagen и сказали, минуточку, немецкий бизнес ушёл из России, Volkswagen ушёл из России. Откуда тогда в России можно купить сегодня Volkswagen? И Volkswagen долго говорил, что это не мы. Мы понятия не имеем, откуда берутся наши автомобили, как они оказались посреди России. И вообще мы тут ни в коем случае не при делах. А до этого в России возобновил работу завод Citroën. И на сегодняшний день Франция, с одной стороны, Макрон угрожает, что войска введёт в Украину и будет прямое боестолкновение между французской армией и российской армией. С другой стороны, Citroën в Калуге выпускает свои автомобили с логотипом Citroën. И на вопрос французам, минуточку, это что такое? Это пособничество фашизма. Citroën говорит, какой завод? Где? В Калуге? У нас? Логотип Citroën? И машины наши? Понятия не имеем. И что, много? Тысячи? Сто тысяч? Да нет, ну мы, конечно, разберёмся. Но вы нас обманываете. Не может быть в Калуге никакого нашего завода по выпуску Citroën, продающихся через официальную дилерскую сеть Citroën, с Citroën гарантией, с Citroën вен-кодами, с Citroën логотипом. Быть такого не может. А во Вторую мировую было, и вермахт въехал в пределы России на, в том числе, грузовиках Citroën, а заодно и Renault. Ну, не говоря же о всяких бюсингах и Мерседесах Бетсонах. Поэтому с Россией торгуют, и Путин по-прежнему важнейший экономический партнёр. И вот Путин, он торгует, он продаёт нефть, он продаёт газ, он получает за это оборудование, технику, станки, снаряды. Ему там Северная Корея помогает, Иран помогает, ему Венесуэла помогает, ему Китай помогает, ему Германия помогает, которая тоже ему присылает очень много чего. И через дырявую границу между Евросоюзом и Россией тоже приходит любое количество товаров, которые закажут. Путин сверхнадёжный, сверхприбыльный партнёр. И его принимают во всём мире. Именно поэтому за его головой ни одни Джеймса Бонда, никаких разведок мира по сию пору не пошли. То есть, не дай бог, вы возьмёте эту золотую курочку, нечаянно прибьёте. Это у русских сказка есть дурацкая курочка-ряба. Дед бил, бил, не разбил. В конце концов, разбил. Потом горевал. Квинтэссенция русского ума. Ты зачем золотое яйцо бил? Ты зачем его разбил? Я не знаю, но мне очень хотелось. Вот с Путиным нельзя такое позволять. И вот Путин торгует, но при этом то Китай начинает платежи притормаживать. И говорит, что на этих юанях, пожалуй, мы с российскими банками тоже не работаем. И Индия нефти купила, а расплатиться никак ничем не может, не получается. И теневой флот весь российский почему-то попадает в поле зрения всего мира. И все отслеживают, сколько и чего, каких баррелей, каких кубометров, нефти и газа Россия продала, купила, и сколько на этом заработала. То есть, есть трудности. При этом Путин ни в коем случае не враг. Ну, все за Украину, все против Путина. А на самом деле мы видим, что не против они Путина. И вдруг Путину приходится предложение. Владимир Владимирович, а давай так, вот у тебя тут все нестабильненько там. То Китай что-то хулиганит, то Казахстан не все получается, то швейцарские посредники подводят. Давай мы чуть улучшим бизнес-климат. Вот есть одно предложение. Давай махнемся. Нам Навального, ну и там мелкий гарнир из политиков, а тебе за ту стабильность. Мы тебе обеспечим. Как всегда отвернемся, как всегда не поймем, как всегда, как Америка два с половиной года. Разведем руками, скажем, какие микросхемы. Ну, мы не понимаем. Ну, как так? Слушайте, ну, два с половиной года это такой срок, мы это как мгновение пролетело. Мы даже обернуться не успели, как в России, смотрите, вот с микрочипами все хорошо. Мы, конечно, разберемся, но пока не можем. Володь, давай так. Ты там у Навального, а мы тебе стабильные контракты, денег сколько хочешь. И что там тебе надо ракеты украинцев убивать? Микросхемы, приборы ночного видения, Старлинк, Министерство обороны Российской Федерации заявляет, что на фронте воюют с Старлинком, а Илон Маск говорит, какой Старлинк? А я не продавал. Может, и не продавал, а у российской армии он есть. И Путину это предложение болезненно, но выгодно. И только потому, что оно выгодно. Он может кемнуть головой и сказать, ну, ладно. Но только одно предварительное условие, я вам его не озвучу. Я сначала Навального убью, потому что он слишком серьезный оппонент. Он единственный, весомый кандидат в должности президента Российской Федерации. Я этого не хочу. Вот я сейчас Навального убью, но потом я посмотрю, если ваши предложения останутся, лицемерные, выгодные для меня, тогда поторгуемся. Мы имя, кстати, Красикова, а мы тогда, может быть, что-нибудь вам еще дадим. И вот когда конфигурация складывается выгодная для Запада, ну, потому что Путин платит сполна, и выгодная для Путина, потому что у него все прекрасно. Чипы приходят, оборудование приходит, танки приходят, наряды поступают, ракеты строятся, танки молодятся, проходят очередной цикл реинкарнации, отправляются на фронт. И даже есть деньги для того, чтобы платить рекордом на эту первую в истории России платную войну. Раньше-то войны были бесплатные. Одно дело, когда за подбитый танк премия, а другое дело, когда за зарплату убивают. То есть вся российская армия, это армия наемников стала. Вот никогда такого в России не было. Никогда в России не воевала 100% армия наемников. И приходит выгодное предложение. Меняемся? После убийства Навального? Да запросто. Вы мне Красикова, и что там вам надо? Кто? Яшин, Карамбурзов? Да забирайте. Я даже не знаю, кто это. Хорошие ребята, наверное, толковые. Ну, не опасные абсолютно. Потому что Яшин, ну что, Яшин президент Российской Федерации? Карамбурзов президент Российской Федерации? Да нет, ну что? Навальный. Навального нет. И поскольку Запад за Путина, он поддерживает Путина, лицемерно это не признавая. Путину предлагается обмен, Путин на него соглашается, и после этого уезжает несколько заключенных, а в России их больше двух тысяч. И про них разговора нет, про политзаключенных, которых тысячи в России. 16 человек из списка забирайте. Мне Красикова. Всё. Обмен на этом заканчивается. Но у нас же с вами обязательства. Я продолжаю торговать, вы продолжаете покупать, и вы продолжаете меня поддерживать. И Россия на этом выиграла. Она получает поддержку, в первую очередь экономическую, не говоря уже о всяких Орбанах и ФИЦа, которые политически поддерживают. Экономически важнее. Для войны важна экономика. Экономика Запада способствует росту военного потенциала России после этого обмена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok